Иван не скрывает лица и состояние здоровья. Мужчина уже 20 лет живет с диагнозом ВИЧ. Уверен, заразился, когда употреблял героин. Вспоминает, узнал о болезни и пересмотрел отношения к жизни. Теперь он регулярно обследуется и проходит лечение. Так удается держать вирус иммунодефицита под контролем. Наверное, 14 лет я, в общем-то, принимаю антиретровирусную терапию и живу полноценной жизнью, в общем-то, точно так же, как и обычные люди. Веду достаточно активный образ жизни. Так, для себя занимаюсь, ну, может быть, не активно сильно, но спортом занимаюсь для себя. Это центр по борьбе со спидом, то есть синдромом приобретенного иммунодефицита. Болезнь развивается на фоне ВИЧ. Опасен тем, что организм перестает сопротивляться. В итоге человек может умереть даже от обычной простуды. В центр ежедневно приходят и те, кто хочет узнать, заражен ли он вирусом иммунодефицита, и те, кому уже поставили диагноз ВИЧ. Катридж заполняется цельной кровью и вставляется в анализатор. Специальный анализатор за 20 минут способен определить, в каком состоянии сейчас иммунитет пациента с диагнозом ВИЧ. Достаточно всего одной капли крови. То есть это легче для врача. Позволяет установить стадию и назначить лечение для этого пациента. Также врач может примерно узнать, когда человек заразился. Вирусом иммунодефицита в Свердловской области заражен каждый 50-й. Инфекцию они получили либо допустив незащищенный половой контакт, либо через кровь. В настоящее время только в Первоуральске проживает 3754 человека с ВИЧ-инфекцией. 74 из которых выявили в этом году. Как говорят специалисты, сейчас большинство новых случаев фиксируют у людей старше 30 лет. ВИЧ может передаваться и от матери к неродившемуся ребенку или новорожденному при грудном вскармливании. Но благодаря современному обследованию и медикаментам, таких случаев в городе не выявляли уже 3 года. Как поясняют врачи, благодаря современным препаратам удалось сократить и смертность. А подавляющее большинство пациентов имеют неопределяемую вирусную нагрузку. Люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, абсолютно безопасны в быту. Они получают обычные профессии, они учатся в институтах, работают на различных предприятиях, могут посещать все организации, магазины, бассейны. Здесь нет абсолютно никакого риска передачи вируса ВИЧ-инфекцией. ВИЧ-инфицированных пациентов лечат бесплатно за счет государства. Победить болезнь нельзя, но контролировать можно. Также специалисты занимаются профилактикой, проводят экспресс-тесты. Узнать свой ВИЧ-статус, то есть заражены вы или нет, можно анонимно и быстро в передвижных лабораториях или центре по борьбе со СПИДом. Врачи напоминают, важно потратить несколько минут, чтобы сохранить жизнь.